По условию задачи угловая скорость равна константе омега с ноликом минус константе а умножить на угол оборота φ, а по определению угловой скорости она равна dφ по dt. Возьмем производные по времени от левой и правой части данного нам условия. dω по dt получим в левой части. Производная омега 0 будет равна 0, поскольку это константа. Константу а вынесем, а dφ по dt это угловая скорость. Мы сюда ее и подставим. Получим минус а омега t. Получили дифференциальное уравнение в левой части dω по dt, а в правой минус а омега. Разнесем переменные, все связанные с омега в левую часть, а связанные со временем направо. И получим решение. Логарифм омега равен минус а t плюс константу интегрирования. Константу интегрирования нам удобно будет выразить через логарифм, для того чтобы после потенцирования получилось у нас удобоваримое решение. Мы обозначим логарифм омега с ноликом. Получим ответ для угловой скорости. Зависимость угловой скорости от времени будет даваться таким выражением. Проверим. При t равном 0 экспоненты обращаются в леницу, угловая скорость равна омега с нуликом. Все нормально. Из определения угловой скорости путем интегрирования dφ получим выражение для φ. После замены переменной t заменим на минус а t. Получим такой ответ. Омега с нуликом делить на а экспонента минус а t плюс константа интегрирования, поскольку мы выбрали неопределенный интеграл. Константа интегрирования определится из начального условия. При t равном 0 нам дано, что угол поворота равен 0. И запишем. Угол поворота равен 0. Омега с нуликом разделить на минус а. Лишнее е здесь написано. Экспонент обратится в 0, потому что t равен 0. Плюс c. И c здесь будет равно омега с нуликом на а без всякого минуса. Плюс омега с нуликом. Здесь я ошибся. Поэтому φ будет равно омега с нуликом разделить на а с плюсом. Омега с нуликом разделить на а с плюсом. А в скобочках будет стоять единица минус вот этот самый экспонент. Это будет... Продолжение следует...